Виталий Иванович Миндаль полезная Значит, бьешь урюк, как ребятишки, себя поленом бьют они Так ты что, уже заканчиваешь? Да Ну тогда на завтрак пойдет Что там Надежда Васильевна-то спекла Ну вот пирог Пирог? Так, это что у нее? Это лепешечки две Лепешки, а это... А это вот Это разрезали уже? Нет, еще не разрезали, он у нее что-то, она говорила, то ли падал, то ли что-то она там Гальяны, да? Да, гальяны Ну все, давайте, пирог из гальянов Слава себе, Господи Так что, Виталий, у тебя какие-то поступили Там за себя Ходатые, заступники Ну, вещь, надо смотреть Ну, надо смотреть, давай Перед завтраком мы должны проверить Тогда отставь это Закончишь потом У нас это, это... Какой-то кот-пеский пришел к Рыжи Ты, наверное, замуж собралась Еще один раз, Игнатик, один раз и все Ну, давай А-то тебе сжечь Видишь как Володя тут шибарничает Вот, косточки отвернуты А там в печке Сушится гальян Сколько? Четыре листика противни? Пять Пять даже Шесть получилось, шесть Даже шесть О-о-о-о Обычно пять Ну, все Давай Разного сорта гальяна у нас Малосольное-то есть А, она без это, бездрожжевой теста сделала Вот она, четыре части Это бездрожжевое тесто у нее, видимо И она хотела дрожжи, я говорю, не надо Бездрожжевое, такое Видите, она разваливается все Ну, ничего Что разваливается? Меньше жевать Вот это сегодня у нас утро такое Тридцатое августа Ну, понятно А ну-ка я пойду гляну Еще же у меня Рыжая эта сам Приняла какого-то жениха Вот она сидит На улице Рыжая сидит А там пришел какой котя у ней Ну Да котя хороший Вон как смотрит на нее Видишь, какого избранника нашла себе Рыжая, пошли домой Рыжая Рыжая, пойдем домой Пошли Пойдем Потом придешь, что досидишь свое На колодце залезла И сидит А тот уже никуда Она запашистая такая Сегодня, наверное Иди, бабушка У тебя У дочки Дети Пошли, Рыжая Пошли домой Пойдем Иди скорее Поешь Иди А то с голоду Помрешь Рыжая Пошли 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 Ну Ну Пошли домой Рыжая Пошли домой Вот такая Есть не хочет Надо Рыжая Ну-ка Ну-ка Рыжая Принесу домой Пошли Не урони Руку туда Засуй Ну-ка Иди Иди Рыжая Сейчас Я тебя Домой Приведу Вот она Где Иди Моя Рыжая А вон Кот Такой Пришел Видишь Пей Пойдем Пойдем Домой Да Умница Моя Вот Так Ох Тяжелая Такая Пойдем Там Пирог Спекли Я с тобой Поделюсь Вот Так Вот Так Все Однако Ну еще У тебя там На почте Давай Погляди Перед Завтраком Заступники Твои Там Живые Нет Ну Ну все Всего Всего у тебя Полно Мясо там Дали тебе Гляди И от Рыбы Всего Это вот Сколько он Набил Зернышек Летали Давай Давай На Поставь Держи Так И пускай Пускай Подзарядку Оставь Так Давай На Стол На Дальше Идем На Какой Бог Поведешь Ладно У нас Всего Сегодня Полно Да Сегодня Шикарный Стол У нас И мясо И лидер Молоко Все есть Иди Бей Парагульку Господи Слава Тебе Очень Всех На Тебя Господи Уповай Ты дайшим Пища Во Благовремени Не отверзайши Ты Щедро Руку Ты исполнишь Всякое Животное Благоволение Слава Цвятому Духу И ныне Присто И в обете Веков Аминь Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Благослови И освяти Дары Посылаемые Тобой Слово Истинной Молитвы Посетяни Ищите Родов Одиноких Покинутых Пошли Все потребно Для сей Жизни И для Будущей Аминь Аминь Еще нашел Никого нет Тишина Тишина Мне Вера Митрохина Задала вопрос Как Может быть Есть какая-то Система По изучению Священного Писания С чего Начать Мне хочется И Ветхий Завет И Новый И Деяния Апостолов И книги Ваши Хочется Почитать Как С чего Начать Как Упорядочить Совет Просит Ну А сама Она Как-то Думает Она Боится Что будет Каша В голове У нее Такой Каша Это Хорошо Каша Это Солдатская Еда Лучше Чтобы Она Была С маслом Еще Сказать У меня Спрашивает Какая У вас Система Тем Более Когда Я Был Занятие В 13 Школ Это Не Игрушка Школ Когда Классы Сбивают 2-3 Класса В Один Класс Бывает Еще У нас Было Такое Что Директор Школы Читает Допустим Отцу И Дети Тургенева А я Даю Комментариев Класс Это Вообще Было Шикарно Представленник Все по-другому Выглядит Дет И Дети Они Не Играют Только Об одном А Дев Как Думают Еще Подобного Надо Просто Молить Бога Бог Открывает Сердца Людей Я Это Испытал Не Любят Когда Я Испытал А как Ты Испытал Ты Испытал Бух И я Боятся Почему Передать Опыт А Как Именно Я Спрашиваю А Современно У меня было Пять университетов Институтов Все Данного Техникума Училища В Барнауле Все Данной Паблика Завода А город 700 тысяч Пять Отделов Милиции Городской УВД Краевой УВД Все Воинские Части Тюрьма Лагерь Тюрьма Только Одна 3700 Человек Я там По рации Выступаю Записываю Записываю Если Меня не будет Там Регулярные Занятия С ними Идут Как это Вообще И прокуратура И КГБ То есть Полностью Весь город Был охвачен Я Предполагаю Что Более Востребованным В это время Никого не было В России Это невозможно И везде Являлся Когда дефицит Библии Библии Новые заветы Полные рюкзаки Полные рюкзаки И спрашивают Студенты Вы так Говорите Все это Как-то Ложится Так просто Делается Ну какая у вас Система Я говорю Дело в том Что у меня Системы Вообще Нету Нету Которые Семинарии В Академии Они на это Зациклены У меня нет Системы А как Я на молитве Вызнаю В основу Положена Библия И утолкование Святими Отцами А все остальное Дальше Вопросы Ответы Я вхожу Иногда Вопросы Ответы Половина Занятий Занимают Вот это Система То есть Жизненность Определенно Считаем Солю Небесное Поем Когда Перед началом Занятий И вдруг На одном Занятии Подходят Две Одеты В черное Деяние Как монашки И подходят Открыто Я волшебцем Занимаюсь Мы пришли Разрушить Ваши занятия Мать С дочерью Это Перед занятиями И зашли И сели Заводили В аудиторию В университете АГТУ А там 21 тысяча Студентов То есть Я испытал По милости Божией Что такое Благодать Божия От действия Я сразу Признал всех На молитву И говорю Так и так Пришли люди Даке Это разрушить Нечистая сила И будем молиться И стали молиться Помолились А они сразу Встали Как ветром Выдуло их И больше Нигде не пришли Какая система Я не ждал Это совершенно Единственное Такое решение Было А в зале Приходят Сотрудники КГБ ФСБ Городская Краевая Администрация То есть Народ Народу Было Одно Время Я проводил Даже вахтовом Зале 750 человек Народа Было столько Что те Кто давно Приходят Я просил Вы встать Осводите место Будьте в коридоре Как бы Дверь открыта Была Садиться Негде Было Стояние И вот Все это Было Укреплено Ну и попутный Вопрос А с чем Связано Вот такое Охлаждение Что В то время Вот была Такая жажда А сейчас Она в народе Пропала Я на пас Отвещал Отвещал И говорил Скоро это Кончится Церковь Хлестнется С властью Переплетется Начну строить Храм И учить Будут против Заранее Там Для меня Неожиданно Ничего не было Так Заранее Говорил Но Главное Это Виновник Что того Стали Сам Виноват Потому что Если бы я Встал Такая позиция Как старая Брязчинская Там Никого Кроме нас Или сектанты То Но у нас Необычное Правило Было Запрещение К себе Звать Занятия Звали Объявления Были А к себе Нет Тщательно Проверить Сходить На работу Надо Человека Узнать Проверить Два Три Поручителя Чтобы Было Тогда Когда Просится Когда Напишет Писенное Заявление Чтобы К нам Прийти И Разрешаем Прийти Один раз И Он 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 Разрешил Один раз Приходи На Следующий раз Разрешай И Дальше Но При Условии Если Тебя Не Будет Целый Месяц И Ты Скажешь Я Не Был Тут Я Ходил Баптистом Вопросов Никаких Нет Я Ходил К Католиком Вопросов Нет Но Если Скажешь Я Нигде Не Был Просто Отдыхал Мы Заранее Предупреждали Больше К нам Ходить Не Надо Нам Зачем Это То Я Накладывал На Людей Сразу Обязанность Вот Эту А Что Какой Обвинение К себе Я не Говорил Ходить Ходить Где Угодно К Сарабрят Со Много Чтобы Воскресный День Ты Был Где То Ни У Кого Таких Правил Не Было Я Их Направляю Туда А Попы Вы Против Пришли А Они Все До Одного Знают И Дальше Говорят Не Ходите Он Еретик Он Против Мощей Против Монашества Ну Я Пришел По Его Я В Вагоне Еду В Трава Еду В Городе В В В В Я Ходила На Ваши Занятия Я Вас Знаю А Сейчас Где А Сейчас Нигде А Почему Ну Вы Сказали В Церках Можно Ходить Ну Да Я Пошла И На Испове Батюшки Сказала Что Хожу На Ваш Занятия Он Мне Запретил И Под Каким Видом Туда Не Ходите И Теперь Я Никуда Не Хожу Она Не В Я Изменил Свою Тактику Нет Не Изменил Это Бог Будет Разбираться Я Больше Всего Ценю Свободу И Когда Спрашивают Вот Вы Были В Вузах Тюрьмах Что Самое Ценное Вынесли Оттуда Свобода И Там Где Бы Ты Ни Был На Маленькая Какая Площадка Где Заключенные Были Ну Левка Везде Колючая Проволока И Свободу Оценит Только Тот Кто Потерял Ее А мне Это Не Надо Было Я Понимаю Слово Свобода В Более Обширном Плане Свобода Говорить Свобода Обличать Свобода Свидетельствовать Свободой Нести Миссию Которую Бог Возложил На Тебя Свободно Для Меня Они Не Могли Рот Закрыть Запретить Нигде Вот В Лагере Был Мне Запрещение Не Был Всех В Лагере Сколько Там Три Пять Тысяч Предупрежденные Ко мне Не Подходить Их Били Палками Щеренки От Лопаты Ох Отец Игнати Как Бьют Больно А тот Пришел Второй Раз Попался Решетка Вот Такая Арматура Сваренная На Открытом Воздухе Снег Падает А он Раздел Шеренки На Всю Ночь За То Что Со Мно Разговаривал И И люди Все равно Подходили А я мог С любым Говорить Вот Какая Тактика Почему КГБ Приехало Вот КГБ КГБ А мне КГБ Как раз То Что Надо Что Врач Прописал Приехал Майор Из Жамбулла И Сказал Этого Человека Не Трогать Потому Что Он Идет По Санкции Москвы МГБ Видишь Какую Льготу Дали Мне Но Зато Все Передачки Мне Ничего Нет Всем Какое-то Свидание Мне Только В конце Уже Стали Разрешать Они Берегли И Боялись Вас Кто-то Преследует Или Что-то Нет И Среди Начальства Там Фамилия Словак Владимир Васильевич Такого Роста Как раз Был Начальником У него Звали Старший Лейтенант Кажет Или Капитан Был Он Заботился Когда Меня Подозрение Тумеркулез А у меня Затемнение Бронхов Было Врачи Врачи Заботились И Сразу Они Договорились Двою Упор Сокажение Масло Молоко Все Я Поднялся Как только Обыск Он У меня Библию Прослов Сил Себя В сейф Прятал Это Нельзя Сделать Это У вас Так Со Мною Так Было Ни У кого Не Было Бог Не Просто Этих Людей Брал Там Татьяна Прокопьевна Была Врач Она Каждый раз Приходя Сматривать Мне Чего Приносила Еще Подкормить Ну Даст Там Печенье Думаешь Эх ты Ты бы Кирпича Хлеба Принесла Хлеба Подохнут Я Это Все Видел Город Жанатас Жангульской Области Казахская СССР Советский Союз 86 Год 87 Вот Так Что Самая Ценная Свобода Свобода Высказаться Писал Я Генеральному Секретарю И Брежневу И всем И генеральную Прокуратуру Я Вышел Я Сопроводительный Чтобы Меня Проводить Специально Я стал писать Он говорит Так это Меня послали Меня Я вас Я вам сказал Не надо Я вам Едарил Чтобы Сопровождающий Был В целости Сохранности Вы даже Не знаете Какая дисциплина Я на работе И в это время Примегает Посыльно А что он Посыльный Это все знают У меня за руку Бежим скорее Куда Не разговаривай Каждая секунда Дорогая Ну и во все Примегаем Туда быстро Вещи собираем А у меня там Тетради Там пишут Что можешь Раздай Тебя на свободу Пускается Сейчас Сейчас А им дали По своему указанию Чтобы два часа Его на территории Не было И это Не просто Игрушка Какая-то Это мой Со всех ног Начальник Бахаев Начальник Я говорю Меня к нему Проведите За территорию Выйдите Тогда за минуту Я говорю Нет Тогда вы меня Не запустите Ведите К начальнику Зашел Он там Пишет Что-то Сидит Казах Поздоровался Я говорю Так и так Я на свободу Иду Я должен вас Предупредить Что я буду Писать О том Что было Видело В Центральный комитет Партии В Генеральную прокуратуру В Верховный совет Он говорит Это ваше право Напишите Лагерь Расформирован Его нету Я описал Все Его Лагерь Исчез Какая моя роль Там была Не знаю За меня Были ходатайства Из ООН Такая организация Есть В Нью-Йорке Из других Государств Там Я знаю От Папы Римского Или от кого Все молились И Виталий Метрополит И письма Давали считать И складывали в сейф Когда я уходил Они часть писем Выдали мне В сейфе Хранилось Его начальника Политоотдела Вот я могу сказать Я свободно Там высказывался Свободно Здесь В печати И там написано Лагерь Говорит Вернувшись оттуда Гремел сапогами Говорит По По этажам Редакции И начинал Говорит С того Как его Папы предали То есть Я был на такой Вершине Где глаза Слепит Смотреть вдаль Полная Свобода Которую Бог мне Даровал Я ее оценил Говорит Так Как говорит Господь Так Сказал Господь У меня есть Стихотворение Витя поет Что скажет Бог То изрекую Я Излюбленная Фраза Убихея К такому в рот Не заползет Змея Не понесет Люди В уши Не понесет В уши Ахинеи Да Понятно Вот так И поэтому Сегодня я хотел Как бы Оставлять время Утром Войдет у нас В режим Что тебе Защитники пишут Но они все Сгинули Никого нет В один день Один раз Так ответил А так А другие Ты не знают Твой ответ Нет Знают Ты ответил Ответил А там Господь Засделает Вера спрашивает Какая система Системы нет Что сердце Твое желает Вот больному Назначает Что есть А моя Мама Мама Говорила Что душа Твоя Желает То и ешь Посты Соблюдай Только Эта же Мать Говорила Явно Кронштадтскому Соблюдай Себа Пост Не умрешь Овощи Сказали Не будешь Я с мясной Пост Вроде Худо будет Ничего подобного Я в Кронштадтке Это все Высветил Я соединяю То что у кого Было К себе Применяется Мое Где бы не было Мое Усвоение Тогда заговорить Той силе Которую Бог дал Еще У Веры Дмитрохиной Сильные переживания От того Что когда Она раздает Евангелие Люди Не принимают Плотишь Прямо Ну Не хорошо На душе Из-за этого И она Протит советов Нормальное Это состояние Или не нормально Что Все нормально Это так и должно быть Но Надо работать Господь говорит И Апостол Попишет Кто поверил Слышен От нас Порока Исаия Приводит Кто поверил Слышен От нас Не хотите Лиму Ити 12 Осталось И все Отошли Они пришли За кормежкой За пирогами Из гальянов То есть Слишком переживать Из-за этого Не стоит Потому что Это как бы У людей Свободная воля Свободная выбора Они хотят верить Хотят нет Совсем И так Это опыт Когда ты это Испытаешь Господь говорит Гнали меня Будут знать и вас Слушали меня Будут слушать и вас Гнали Тут мы принимаем Но и слушать будут И слушать будут Очень внимательно На работу пришел Я уже уверен Что их было здесь И там Ну Какие-то жалобы у вас есть Ну какие жалобы Зарплата маленькая Но это вы уже сказали Еще что Я тогда подошел рядом Он за столом сидит Начальник на стройку приехал Я склонился Я говорю Вот вы Проверьте как работают здесь Сами придите Женщины Носилки Раствор Несут на пятый этаж Ручную Это как понимать Какой век Женщины Господь ведь и так Говорил так Я гружу вас И в английский язык Понял Все Дальше свидетельство Началось Он сам как бы Вызвался То что и есть Сказать Так Сегодня ночью На меня скинули Материал Мне нужна ваша помощь По совести Вот я спросил Были у Алексея Семеновича Кололи трое дрова Кто больше всех наколол Вы ненадушны Валойде Согласен Здесь объявили конкурс По сайтам Православное И как это сказать Заполнить Надо чтобы вы посмотрели Я могу участвовать Есть что показать И думаю Там первая премия 500 долларов Если ты поможешь И премию дадут Я тебе их отдам Все Надо разобраться Чуть-чуть Это сразу 30 тысяч тебе будет Десятина С того что ты должен Жене Ребену Надо вникнуть Что за фондом Я их в архив Снял В архив положил И сразу Сегодня же отправить Выбрать время Не в рабочее время Допустим Вечерком Зайти И проверить Одно время Было у них Стихотворение Там Мы напечатаем В журнале Я им послал Где-то Нигде ничего нету Но надо покупать За свой счет Каждую строчку Букву Да мне Зачем это надо Когда у меня И так Миллионным Тиражом Разошлось Сегодня объявление Я могу сказать Кратко Свою биографию Мне нужно Чтобы это Напечатали Кто-то Я думаю Хорошо печатает Быстро Подумайте Что Дальше Кратко Хотя бы сказать Это они Пишут Об этом Ну а дальше Я скажу Что на нашем Есть И ссылку Сделаю Я могу сказать Уже заранее Что у меня Есть то Чего ни у кого нет Может ролик сделаем А может видео сделаем Это Ролик А так может Ведь если не просят То и не сделаем Ну надо разобраться Посмотреть Ну можно сделать Если там Видео допускается То лучше то видео Я не знаю Надо просто Смотреть Текст Они там Дают порядок Какое это Делал С какого по какое А потом будет конкурс И будет кто выступал Те будут давать оценку Даже люди которые А если не дают оценку Его снимают С позиции Говорят Сошел здесь Дистанции Ну надо разобраться Если видео То видео В приоритете Надо посмотреть Я сам не решился Никак Ну чтобы не ошибиться Второй раз Ты не полезешь туда Надо Щетка составить И сразу послать Со всеми Координатами Сегодня после ужина Зайдем тогда И Голубева написала Пахлом всем шлет Я написала Один случай Говорят Однажды я Свидетельствовала Говорила Люди нормально стояли Все Слушали То другое Я глянул на одну женщину Я увидел Сатану И увидел Сатану В глазах У ней Это такая Ненависть Я не передать Я только глянула У меня на руках Везде просто шерсть Зашевелилась Поднялась Волосы Волосы Встали Шерсть Говорила Сразу вспомнила Разговор Парень не мог Слогать Учительница Говорит Ну давай Запишем Волосы Что получилось Я кажется Давно уже не встречал Такого Это явно Что человек В грехах Утонул Покаяния нету Прописан в аду И на небе Ну вот так Садимся за стол Давайте А знак Подарят Я сейчас покажу Что у нас сегодня Хочу показать Что у нас сегодня Ну давай Показывай Это вот гальянчик Свеженький Для нашей Рыжей Вот она сидит Уже Караулит Да рыжая Да Ну давай Лапкой Лапкой давай Вот какая умница Вот тут у нас Гальян Сушеная гальян Это у нас Селедка Вареная Салат Это на нижней Осина Пирог Состряпала Бездрожжевое Тесто Вот Это вот Сергей Павлович Или кто Не знаю Тут уже Мясо Братья Будет есть Или брат Орешки Брат Виталий Наколотил От компота Так Вот смотри Что Ведро стоит большое Что это Молоко Молоко Цельное Из-под коровы Это что Чай 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 С листьями Липой Липой Даша Вот это что Толченка С кашей Да С молоком Толченка Картошка Это суп С рисом На мясном Отваре Это Компот А это Это рыбная Рыба Варил Здесь Можно заменить Компот Четверг Разрешается Так Ребята Скажем Что Могли Ну все Словно Держи Рыжая Пришла У нее там Кот Пришел С ней Знакомиться Держи Нежная Там Каждому По ребрышку Каждому По ребрышку А теперь Это Рыба Такая Рыба Давайте Рыба